так я не успел покушать поэтому я тут шоколадку доедаю и одного аппетита так ну чё как мы построим наш сегодняшний с вами эфир можем начать сразу с вопросов чтобы я вас не грузил лишний раз вот что думаете но если есть главный секрет можешь его раскрыть если нет то важность вопроса получается мы уже и приступили на вам давать вопросов я готов я бы лучше чуть попозже у меня размытый сегодня вопрос если у кого-то есть конкретный вопрос давай давай василий как раз с размытых вопросов начнем дальше нормально обсудим ладно я поделюсь общим состоянием со знакомый вопрос задам если вкратце у меня онлайн школа по вождению прекрасный проект ему пять лет но сначала мы слово он с пяти миллионов оборота упал до двух миллионов и не поднимается пока если поти за как его делать это партнерка с автошколами но она идет своим чередом кажется там быстрее не сильно получится быстрее и со второй точки зрения мне поднадоела эта тема там низкие чеки ну как можно наверное условно говоря сделать высокий ничего там не надоел я тебя помню мышь обсуждали с тобой в питере после ну и что я до сих пор что я до сих пор не то что до сих пор я сейчас плотно приступил к продаже своего наставничества то есть то что у меня сейчас прет и зажигает еще как люди это делают у меня есть чего поделиться да и то есть продажи личного наставничества на высокий чек вот и в принципе то что я сейчас делаю у меня есть маркетолог по старому проекту мы с ней упаковываемся и собственно это делаем диагностики оттачивание продукта идем вперед поэтому чем я подытожу принципе все что надо делать я знаю все инструменты есть все идет своим чередом поэтому вопроса четкого нет вроде все понятно что делать все делать но есть и душевные поэтому чисто про как это сказать вот я к максу к тебе опять заскочил думаю думаю побыть в этой короче в твоей порой так ты заскакивай не на побыть на на поучиться два месяца по будешь в энергии тема ну тогда попрошу бесплатные сейчас советы то есть день уменьшается с вами василий бесплатный совет следующий не ради продажи а действительно ответ на твой вопрос энергия наставника у которого ты обучаешься она очень важна потому что ты моделируешь не только инструментарий хард скиллы но и мышление и поведение человека который уже продает на какие-то чеки которые ты хочешь продавать если я тебя откликаюсь я передаю тебе модель мышления модель продажи которая работает да у меня по крайней мере и дальше ты и повторяешь потому что 80 процентов успеха она не в маркетинговых там активностях инструментах она в тебе в личности потому что люди идут на энергию люди идут на состояние люди идут на доверие к тебе я вот недавно выкладывал тезис домой что всем похуй на тебя всем важно какие они рядом с тобой то есть на самом деле всем посрать что ты будешь продавать там как-то это назовешь сколько там будет уроков какие там будут материалы да там всем похер на самом деле то есть все это нужно для мозга жвачка для мозга это называю да чтобы люди как как-то оправдали то что они куда-то деньги несут по сути они покупают тебя твою энергию да и по моим ощущениям ты можешь стоить миллион полтора в легкую уже сейчас ну то что я считываю поэтому мой совет хочет иди ко мне хочешь иди кому-то но тебе надо кому-то идти чтобы побыть в этом поле как ты правильно говоришь человека который уже делает тот результат который ты хочешь вот я сейчас всем тоже это советую да опять же не ради продажи ради ответа на ваш вопрос да потому что вроде бы это такие какие-то тонкие материи но это факт да у меня так было у людей которые я знаю так есть да то есть они или я там кому-то идем мы моделируем знаешь как дети вот есть родители есть дети да и наша психика как работает мы все время копируем бессознательно что-то что мы видим что мы чувствуем что мы видим вокруг и после этого мы это внедряем у себя и это повторяем вот так это всегда работает то есть это даже не через голову а через бессознательно переходит понимаешь слушай чего делать с кассовым разрывом занять у друга и идти к себе кассовый разрыв в автошколе да но он да получается что доходность упала те ипотеки которых я набрал они теперь просто равно расходы превышают доход ну как бы кредитки пустые как бы какие-то там надо ежемесячно платить какую-то херню и давай так я поделюсь своим опытом а ты сам решишь что те своим кредитом делать вот мой опыт говорит следующее вот я когда был в жопе у меня было 10 плюс миллионов долгов я рассказывал там со сцены и может ты помнишь помню помню я пошел к наставнику ну я опять же может это прозвучит как типа знаешь инфо цыганщина ну так есть я пошел к наставку я говорю я вот его звали александр и мы до сих пор с ним сотрудничаем и он из моего наставника стал моим партнером по бизнесу мы сейчас вот как раз вместе с ним делаем консалтинговую компанию да там тренинги проводим по городам да и мне хватило года после ему платил каждый месяц там по 150 тысяч рублей мы с ним встречались раз в неделю он меня собирал и только лишь потому что у меня был наставник в это время я вылез из жопы вылез из долгов и заработал почему потому что уровень отношения к проблемам другой был я когда в проблеме нахожусь я не знаю что делать когда со стороны человек не говорит что делать мне легче мне понятнее потому что он видит всю картину происходящего и он не заинтересованное лицо а мы никогда не можем признаться что мы идиоты ну не один из людей особенно мужчины никогда не признается что он идиот поэтому все что мы делаем и так или иначе обозначаем как правильно да но ну нихера неправильно после если бы она была правильным обработала а если у тебя долги кредит значит она неправильно и человек со стороны дай бог хороший наставник он тебя направляет и ты из своей жопы вытаскиваешься и зарабатываешь деньги то сделаешь экстра результат так было у меня по крайней мере да поэтому что тебе делать с твоим кассовым разрывом решишь ты я могу тебе точно сказать что это делать с твоей жизнью когда у тебя надо идти к человеку который тебя соберет да опять же говорю это может быть там наставник я там психотерапевт там коуч неважно но кто-то должен тебя собрать извне потому что это называется второй уровень восприятия информации то есть первое это ты в ситуации второй это со стороны а там более адекватное восприятие как бы так как как-то так бы а ты ты ему с каких денег платил сначала у меня ситуация была какая значит я сначала судился с клиентом на 3 миллиона рублей суд я проиграл и когда я к нему пошел суд был еще в процессе то есть судебное разбирательство еще длилось у меня была ипотека на 6 миллионов рублей взята параллельно с этим то есть я ежемесячно должен выплачивать какие-то деньги также был взят кредит 3 миллиона рублей на ремонт квартиры который я взял в ипотеку также были там по мелочи там по 100 по 200 по 30000 возврат и клиентов от суммарно это больше 10 миллионов рублей плюс финансовые нагрузки которые нам не лежало соответственно когда я зарабатывать деньги я эти деньги тут же ему давал вот клиент я тут же эти деньги отдаю вот туда и меня это подстегивало еще почему потому что не знаю как у вас у меня финанс мотивация от работает лучше чем мотивация к я когда понимаю что меня ну никто за меня кредит и ипотеки не закроет суто тем более да и как бы вот в этот момент как будто бы ты выберешь ответственность на себя и как будто бы ты взрослеешь потому что если вот проследить путь героя если вы с такой концепцией знакомая кэмбелла да то есть путь героя это цикл вот если взять путь героя с точки зрения мужчины то процесс инициации процесс взросления становления мужчины он проходит через кризис всегда и возможно у тебя сейчас происходит именно этот процесс инициации взросления только психологического понимаешь то есть не возрастного психологического и так так или иначе кризис важен для нового витка и соответственно когда ты принимаешь все то дерьмо которое у тебя происходит то есть ты это создал это первое да как я это сделал я это создал все эти проблемы я создал второе ты понимаешь что никто кроме тебя это не решит да то есть как бы нету помощи нет кого мне реально не было помощи от меня ушла команда там все мои друзья куда-то подевались тут же то есть а я еще больница лежал там и рассказывал да помнишь у меня там коронавирус две срочные операции то есть мы полная задница короче плюс еще пандемия блять вот эта вся херня начинается да уже началась я как бы такой понимаю мне либо в окно выходить либо что с этим делать да и меня подстегивать это начало то есть мне это дало мотивацию энергию вот то что я на тренингах объясняю что проблемы и страхи они могут вам давать энергию то есть вы можете не бегать от них не драться с ними а оттуда энергию взять для нового витка вот я оттуда энергию взял и пошел продавать то есть именно в этот период времени спрашивает куда деньги беру у меня тогда средний чек был 30 тысяч рублей я понимаю что со средним чеком 30 тысяч рублей я буду давать 10 миллионов рублей для 10 лет я просто беру и тут же повышая чек в 10-20 раз потому что у меня другого выхода нету все и начинаю продавать по 300 500 тысяч и получается как на страну то говорю поэтому да как то так да короче проблемы смотрите проблемы в бизнесе ваши это сигналы это не проблема это сигналы также как вот болезни вот многие люди думают что болеть это плохо да ну там забы жирный на томас лишний вес либо голова у вас боли там прыщ прыщ на жопе скачал это неплохо от сигнал так тело с вами общается то есть тело может не может сказать максим перестань жрать сладкое она вам жир дает это сигнал такие же сигналы поступают через бизнес и через людей с нами так бог общается вселенная либо наш мир и вот когда проблема в бизнесе это тебе сигнал того что ты что-то не то делаешь да как бы вот и над благодарить за это то есть не решать проблему благодарить за это признаться да у меня заебал этот бизнес и поэтому я сама саботирую этот бизнес дело так чтобы он сам обосрался то есть я не могу сам принять решение закрыть а я делаю все для того чтобы он уничтожился например да и как бы вот когда ты начинаешь задавать себе такие вопросы серии как я это создал зачем я себе это создал ведь ты же это создал не пришел же человек там этот волон-де-морт блять не стукнул тебя палочкой такой у тебя кассовый разы образовался да ты же это создал ты спроси а зачем тебе это нужно зачем тебе эта проблема к чему она должна тебя привести к какому решению и как бы тогда идет процесс рефлексии до который у меня тоже происходил там когда мне кризис был вот как-то так будет проходить наши личные созвоны если пойдешь на со мной на личную работу так спасибо тебе большой василий рад тебя видеть вопрос классно давайте дальше друзей мы готов ответить на любые вопросы касательно там меня обучение и чего вас там интересует мак привет алексей меня зовут алексей смотри меня вопрос такой чё ну что из себя представляет продукт стратегический маркетинг то есть ну в моем понимании да этом маркетинге тоже разбираюсь и ну типа там но это мои внутренние тараканы все это прекрасно понимаю да ну типа потратить там 10 часов или там ну условно два часа в неделю на человека и за это продать 150 тысяч как будто ну продать это за 150 тысяч будто не позволяет совесть вот типа если я делаю какую-то операционную работу при этом то это типа нормально вот а я так понимаю стратегии это ты ну созваниваешься разбираешься человека там условно говоришь мы вот пойдем по такой дороге наш чтобы там и привлечь клиентов увеличить количество и вот я тебе продаю вот эту дорогу как ты пошагов пройдешь правило я понимаю понял вопрос алексей а можете пожалуйста там замьютит микрофон у кого-то там на заднем фоне учета спасибо да по моему вас не знаю как вас зовут прекрасно девушка полина ты кто-то там да это вы да вот машине сидите на у вас там звуки алексей смотри отвечаю на твой вопрос действительно это твои тараканы объясню почему когда ты долгое время работаешь на дядю либо живешь концепция продажи своего времени либо продажи процесса что я подразумеваю процессом это ты мне платишь 30000 рублей за это я тебе вот это вот это вот это вот это вот это вот это сделаю да и потом перестроиться в стратегию продажи результата очень тяжело потому что как ты правильно заметил уровень позволения не дает тебе шагнуть в историю того что раньше ты зарабатывал 150 тысяч работа 30 часов сейчас работая 10 часов зарабатываешь те же деньги и мозг такой типа 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 как это да почему это так происходит потому что сейчас всем объясняю да вот представь вот ты верил в деда мороза да вот ты вот маленький был верил деда мороза и каким-то образом каждый год под елкой подарки оказывались да и ты вот жил в этой иллюзии и вот вспомни свое ощущение когда ты понял что деда мороза нету да что это папа почему нам так больно потому что когда у нас есть какая-то определенная картина мира по которой мы живем в которой мы правы а ты же прав в своей картине мира да ты по ней живешь и когда твою картину мира ставят под вопрос у тебя два варианта развития событий первое начать защищаться а как мы защищаемся обесцениваем критикуем говорит хуйня все да ему повезло да ну типа у меня это не сработает до 2 принять это а принять сложно потому что если ты принимаешь чужую картину мира новую это значит что твоя картина мира по которой ты жил все это время она не неправильно это значит признать что ты идиот а мы не хотим признать что мы идиоты поэтому очень защищаем свою картину мира по которой мы живем и мы находим сто пятьсот причин доказывающих что мы правы и ты и ты найдешь эти причины потому что действительно прав действительно можно брать проекты по 5000 рублей работая по сто часов ты прав в этом конечно а моя правда в том что можно работать 10 часов и зарабатывать 500 тысяч миллион вопрос твой выборе ты в какую правду хочешь больше верить давай с этого начнем я в правду то в твою хочу больше верить я у меня я с этим и борюсь я прекрасно понимаю ну что такое ну ломающаяся картина мира там разрушение иллюзии я все это проживал и сейчас ну я прекрасно понимаю что вот в этой теме упираюсь то есть я начинаю там ну словно вести консультации я людям говорю что это будет там условно раз в неделю там по два часа это стоит сто пятьдесят тысяч и но получается я не как сказать я понимаю ценность я не мыслю с точки зрения процесса я мысли результатами да что там не важно что мы будем делать если ты там вырос с трехсот условно говоря до миллиона то это результат и я продаю эти результаты ну ни хрена пока продать не могу условно то есть как бы понимаешь ты до сих пор продаешь процесс ты взял что лежит на поверхности где-то услышал где-то у меня подсмотрел что я продаю стратегии по сто пятьдесят тысяч делая вот это и ты типа как будто бы тоже так можешь нет не можешь потому что у меня и моих учеников это получается потому что мы внутри меняемся вы можете мне верить можете нет но процессы все происходят внутри то что вы видите уже это верхушка айсберга абсолютно все процессы которые я запускаю сначала у себя запустил потом учеников они вот здесь и человек меняешься люди будете платить потому что они будут считывать по какому я могу сейчас рассказывать про хреновую тучу разных психологических терминов типа мета сообщений язык телодвижений физиогномика там уровень энергии там частоты вибрации ну как бы чакры бляда могу тебе много чего рассказывать но факт какой как только ты становишься тем человеком который может взять 500 тысяч рублей тогда тебе начинают платить 500 тысяч пока ты себе не позволяешь боишься ты сам себе не продал это ты не купил ни у кого то что ты хочешь у кого продать понимаешь вопрос ты у кого-то купил за 150 тысяч это у кого-то что-то покупала за 150 ну я его я запокупал это скорость к купил за 200 тысяч например я имею ввиду когда ты покупаешь то что хочешь сам продавать ты продаешь личную работу правильно ну стратегии а ну ну да вот и это ну конкретно маркетинговую стратегию не покупал личные работы там ой звук пропал слышно сейчас слышно да ягу нечто похожее покупал у кого-то ну я работал с коучами с психологами там на расстановке кучу всяких ну личностных работ это я много покупал и курсы целые покупал там полугодовые проблема тогда скажи пожалуйста самка как ты чувствуешь в чем твоя проблема моя проблема в том что ты абсолютно правильно сказал что ну я не считываюсь как тот человек которому можно заплатить за этот там 150 200 500 тысяч ты сам себе заплатил хороший вопрос бьющий точно да не простой но он очень точный я понимаю что но пока у меня есть какие-то мои внутренние сомнения в том что это там стоит но да как футболка есть за 200 рублей есть там за 90 не футболки делали футболка стоит 3500 рублей дело не футболки брат дело дело в наполненности понимаешь в импульсе в да 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 давайте немножко смотри я я объясню не хочется говорить каким-то шаблонами фразами раз ты там до этого уже у кого-то занимался да вот я это называю готовность взять свое да вот сейчас всем объясняю да вот это один из десятков инструментов которые даю да вот сегодня for free бесплатно вам до готовность взять вот спросите сейчас себя вот если у вас готовность заявить о том что у кого-то лежат ваши 500 тысяч рублей неважно в каком виде вы это возьмете кант через консалтинг через мастер майн через стратегию похер вообще вот у вас есть вот эта готовность взять ваши деньги вот она у тебя есть скажи ну я понимаю что нету для меня типа знает сейчас продолжу смотри вот как это работает мы все взаимодействуем на уровне энергии и находишься в пространстве перты сидишь кальяны или в ресторане люди как тебя считывают на уровне того насколько ты влияешь на это пространство да то есть насколько ты насколько это пространство твое что значит а сразу ты присваиваешь себе этот диван тех людей да там вот этот воздух да вот вот этот объем то же самое с деньгами то есть когда у вас есть готовность взять деньги это же я не говорю про манипулировать про отобрать нет готовность то есть ты понимаешь вот там лежат мои 500 тысяч условно да я готов их взять ну с разрешения естественно человека я беру их и когда на том конце человек чувствует что в тебе есть уверенность тогда он может положить 500 тысяч тебе потому что не хотят тратить 300 500 тысяч рублей на неуверенность они не хотят покупать за 300 за 500 тысяч рублей твои комплексы они хотят покупать энергию они хотят купить уверенность вот как-то так я бы ответил да я понял спасибо я просто хотел это сказать что я сейчас понимаю что типа если мне кто-то там условно завтра заплатит за консалтинг 300 тысяч например то для меня это из области ну чудо будет а это должно воспринимать это некая норма не чудо но для тебя норма для меня чудо да на сегодня ну ты меня нет а не не обождествляю я тоже там три года не это тоже да я понимаю я понимаю это для тебя там сегодня норма для тебя сегодня может чудо там для 10 миллионов ну все это все относительно да спасибо макс пожалуйста алексей пожалуйста так давайте хорошие сегодня такие глубокие вопросы прикольно давайте какие еще вопросы есть да отвечая на вопрос алексей забыл да на курсе я делаю акцент на именно на голову я плотно работаю с башкой с психологией чтобы вы научились продавать да я не просто вам передаю пакет знаний да типа там про бренд про коммуникацию промо еще что-то да я учу вас этим пользоваться потому что нахер вам курс который с которого результата не имеете так или иначе у всех у вас задача больше зарабатывать я к этой задаче и иду вашей мне нет задачи показать какой пиздатый маркетолог вам да чем с этого будет у меня нет задачи вас там накоптить кучи информации ну как бы часть этого получил в свою важность только да там если у меня задача чтобы зарабатывали я я эту задачу буду реализовывать разными путями кому-то там разбор сделаю до кому-то там задание какое-то дам да у нас групповые созвоны каждую неделю с точки зрения результатов это работает да у меня куча отзыв я устал их уже выкладывать вон там целый телеграм-канал пожалуйста смотрите да можете каждому человеку написать спросить все вам подтвердят спасибо так следующий человек кто хочет еще вопрос задать какой так давайте у нас тут кто еще там сергеева тут вижу николаевич елена екатерина еще какой-то iphone юзер присоединился давайте давайте не стесняйтесь привет всем привет макс пути можете завод это видео да я чё-то тут на зарядке просто сижу сейчас прям секунду тогда свет включу спасибо всем привет привет у меня какой вопрос я маркетолог действующий маркетолог медицинских услуг я бы даже сказал консалдингу я уже пришла мне нет вопрос что там можно ли там зарабатывать и так далее у меня есть и копея ну в общем то я тоже уже прохожу определенные там всякие курсы меня вопрос больше по продвижению есть масса таких моментов то есть как продвигать этот продукт собственно говоря где продвигать понятно что мы все маркетологи знаем что можно в яндекс брюхать в телеграме и так далее ты какой политикой пользуешься и собственно что ты даешь на курсе с точки зрения продвижения с точки зрения продвижения если ты возьмешь тариф голд или премиум у тебя будет несколько курсов на тему продвижения маркетинга да потому что на тарифе голд и премиум я даю доступ ко всем моим лекциям и курсам помимо стратегического маркетинга там хреновый тучи разных там модулей начиная от автоворонок пиара автоматизации чат-ботов короче все там да это с точки зрения инструментария да с точки зрения самого процесса продаж у меня шесть модулей посвящено продажам на курсе стратегический маркетинг как продавать консалт когда продавать сопровождение где искать клиентов как прогревать путь клиента психология поведения клиента то есть дохера прям там глобально под подход к именно продажам и каждую неделю мы обсуждаем в живую как вот сейчас у нас вот команда мы в живую созваниваемся и я накидываю людям как в их конкретном случае можно привлекать клиентов с учетом их ресурсов возможности там города и так далее ну опять же если у тебя же все равно есть твои ученики то есть какой-то кейс примеру там тебе нужно вложить на первых парях маркетинг именно в консалтинг мои ученики я не учу вкладывать деньги в себя своих учеников я имею в рекламу на время курса вы зарабатывать из того что у вас уже есть телефонной книги с ваших подписчиков которые у вас уже есть до с ваших знакомых каких-то мероприятий которые в городе не рубля я не прошу своих учеников вкладывать в рекламу и все они заходят клиентов все они зарабатывают и именно с заработанных денег пожалуйста вкладывать потому что потому что моя задача одна из это чтобы ваш мозг поверил то что это возможно как алексей да а чтобы он в это поверил вам нужен первый результат первый результат виде первой продажи она самая тяжелая как только вы делаете первую продажу на 300 тысяч рублей а вы ее сделаете так или иначе да после этого вы в это верите и дальше уже можно это масштабировать потому что до этого вы бы масштабили свою неадекватность и неуверенность вы бы нагнали себе трафика вы бы провели вебинар и обосрались бы а после того как вы продали у вас есть прецедент продажи любой трафик который вы пригоните вы вы можете монетизировать вот способов монетизации дохренища мини запуски телеграм-каналы там эти сессии бесплатные консультации дохренища там диагностики там за этом поставьте плюсики под постом и там встретимся там на бизнес-завтраке ужине куча способов но не это важно важно ваша готовность продавать да вот когда вы выйдите условную публику чтобы вы готовы были им продать чтобы вам поверили по сути вот пожалуйста то что я сейчас делаю продажи то есть вот пожалуйста сомневающиеся люди я собрал здесь там 65 человек там не все естественно там добавились хрен с ним там посмотрит записи что я сейчас делаю я продаю потому что какая разница как в эту аудиторию собрали вот вы все составляли заявки окей хорошо вот вот пожалуйста мне аудитория на эту аудиторию вещаю я уверен сегодня у меня купит ну просто я люблю свой продукт я уверен в том что он работает то же самое ты можешь сделать только вопрос сможете ты продать вопрос то не в том сам может ли ты собрать аудиторию сможет ли ты им этот оффер ты продать понимаешь вот я это называю как вот смена акцента потому что вот когда люди мне задают вопрос как мне заявки получить или как мне там трафик там нагнать или там как мне там продвинуть свой личный бренд это вопрос из серии какой ложкой мне копать понимаешь золотой или серебряным дело не в ложке дело в том что нужно ли тебе копать может быть тебе нужно копать лопатой а не ложкой вот чем вопрос то понимаешь как бы в подходе а не в инструменте понимаешь второй вопрос что на курсе на курсе 25 модулей каждую неделю живые созвоны по темам на сайте есть я скинул ссылку на сайт по темам можете посмотреть на сайте там абсолютно все темы про ну вообще в принципе про что можно там рассказать по маркетингу да то есть там и бренд и позиционирование точки касания там психологии поведения клиента психологии цвета автоматизация подбор команды конкретный анализ короче все абсолютно да там продажи там все позиционирование да и прелесть в том что во первых я даю конкретные примеры стратегии консалтинга которые я продаю я даю видеозаписи со звонов с клиентами я даю примеры закрытия на такие чеки я даю примеры сдачи проекта то есть мне прям две шестичасовые сессии с клиентами где я с моей команды мы сдаем 500 тысяч рублей по миллиону стратегии которые мы сделали до консалтинг то есть там прям практика то есть я передаю вам конкретно вот что вот у меня работало и работает то есть это не какая-то водянистая теория типа ребята давайте поговорим про бренд что такое бренд нет я конкретику вам суть даю то есть я каждый модуль объясняю с позиции того как я с клиентами это обсуждаю то есть если это бренд то я вам объясняю про бренд с точки зрения как я с клиентом это проговариваю то есть для меня бренд это ядро core idea да то есть мы когда вот например с клиентом проводим интервью моя задача с точки зрения бренда понять в чем его основная основной посыл message да то есть я спрашиваю у клиента например да там какой основной самый главный посыл который ты хочешь донести до разных целевых сегментов аудитории он мне проговаривает да дальше из этого рождается какая-то концепция да вот это бренд вот я так объясняю про бренд например да потом там точки касания также то есть не просто вам дают там да там выжимку откуда-то из книги я конкретно объясняю как я это информацию реализовываю стратегии как я это продаю клиенту как я это объясняю да и любую из этих тем можно взять за свою тему консалтинга вы можете быть консультантом в подборе команды в автоматизации в рекламе там в позиционировании там в дизайне там чего угодно можете выбрать ответил практически родился следующий вопрос тогда все-таки продукт консалтинга на выходе в твоем понимании какой опять же у всех мнение разное есть формат например это определенное количество часов ты созваниваешься с клиентом и вот вы там что-то вещаете и так далее в моем понимании то что ты говоришь это упаковка это обертка в моем понимании консалтинг это продажа результата как ты во что ты это обернешь вообще пофигу будет ли это сессии будет ли это pdf там стратегия да будет ли это там что угодно да там за групповая работа мастермайн там живая встреча вообще пофигу главное результат вот когда ты договариваешься о результате с клиентом что он хочет когда клиент видит в этом ценность ценность решения своего достижения этого результата когда он тебе доверяет и когда он понимает что ты можешь вместе с ним достигнуть этого результата то есть он доверяет твоему инструменту достижения этого результата Тогда абсолютно по барабану во что вы это завернете. Понимаешь? То есть, опять же, категория мысли чего? Процессы или результаты? Ну, давай так. Вот, например, ты хочешь зарабатывать миллион в месяц, да? Вот, давай, вопрос. Вот, предположим, я даю тебе большое обещание, что за месяц ты начнешь зарабатывать миллион в месяц. Ну, предположим, да? Я даже подписываюсь под это. То есть, если ты не начнешь зарабатывать миллион в месяц, я тебе верну деньги, предположим, да? Тебе ли не по барабану что я с тобой буду делать? Катюш, жду ответа. Да, я прошу прощения. Мне пофигу, каким образом это сделают, да? В этом формате или вопрос? Еще раз. Если я даю тебе обещание зарабатывать миллион в месяц. Ну, первую часть я помню, да. Даю гарантию. Я подписываюсь под результатом. Если ты не достигаешь результата, я верну тебе деньги. Вопрос. Тебе не пофигу, как мы это сделаем? Способ? Ну, да. Все равно. Соответственно, какая разница, как? А когда вы мыслите категориями как, тогда вы опять продаете процесс. Ну, типа, количество сессий, время. Вот как отличить, еще раз, процесс этот результат, например, в консультации. Когда ко мне люди подходят и начинают спрашивать, сколько длится консультация. А успеем ли мы разобрать мой вопрос. А если консультация, а если мы не успеем там за час разобрать, что дальше, да? Вот я с такими не работаю. Потому что они мысли категориями процесса. То есть, они будут сидеть и считать время. Понимаете? А когда человек ко мне подходит и говорит, вот у меня такой запрос, ты можешь мне помочь? Я говорю, да. Ему абсолютно по барабану, как? Сколько это время продлится, да? Он платит, тогда он получает результат. То есть, вот это вот взаимодействие результат и результат. То есть, с моей стороны продажа результата и со стороны клиента готовность этот результат взять. Тогда это сменчится, тогда это и работает. Катюш, иди поговори, там тебя отвлекают. Видимо, там интересно. Да, уже просто, да. Все. Уже вроде отогнала. Окей, какие еще вопросы, если есть? То есть, все-таки ты не даешь какой-то... Я просто, опять же, я помню, я не помню, когда я заявку оставляла, там месяца или два. Для меня это был твой продукт с точки зрения того, чтобы именно сам... Ну, то есть, ты какую-то модельку определенную продаешь. То есть, вот так нужно ввести консалтинг. Я продаю сайт, как пример. Угу. У меня же вопрос, в чем он звучал. Как я понимаю консалтинг? Да. Я консалтинг понимаю как результат для клиента. И как пример, и как пример я даю то, как я это продаю. Угу. Но это не единственный вариант того, как это можно делать. Вот я к чему. А, ну все, поняла. Ну, пример будет дан, но, опять же, я там могу, грубо говоря, и свое что-то добавлять. Не нужно добавлять, потому что это взрослая позиция. То есть, если вы просто меня консультируете, то вы, получается, ну, в детской позиции, а-ля, типа, ну, папа курит, и я курю, да? Когда вы взяли от меня самое лучшее и начинаете свое создавать, вот тогда вы сможете без меня уже продавать. Потому что это будет уже ваш продукт, который вы через себя пропустили, да? И который отражает ваши сильные стороны. Потому что мы же разные с вами. Ну, это понятно. Спасибо. Тогда вопросов нет. Спасибо за вопросы. Так, кто еще хочет присоединиться к нашей дискуссии? Поспрашивать что-нибудь. Так, давайте. А можно ли я маркетинг спросить? Спрошу, конечно. Как зовут? Диана. Привет, Диана. Вопрос такой. Вот сейчас очень популярна тема внутренней экспертности собственной. Так. Можешь, не знаю, на своем примере, на примере своих учеников. Диана, ты моя Диана, что ли? Моя, твоя. Я не узнала. А я тебя первый раз вижу. Знаете, сколько мы с тобой работаем уже? Ну, лет пять точно, наверное. Мы пять лет работаем с Дианой. Она самый лучший мой продажник. Вот я ее ни разу в жизни живую не видел. Потому что, когда какая-нибудь встреча, вечно случаются какие-то обстоятельства. Там то роды, то еще что-нибудь. В общем. Так, ладно, Диана, да, хорошо. Вопрос, значит, экспертность. Чего еще? Ну, вот про внутреннюю экспертность. Как ее распознать? Или как ее, скажем так, правильно идентифицировать? И что с этим дальше делать? Ну, как-нибудь, вот коротко там, насколько хватит времени, сил. Смотри, у каждого из нас априори есть уникальность. У каждого из нас есть идентичность. И как это распознать? Ценность. Вы на протяжении жизни должны подмечать моменты, когда вам люди говорят, что, о, блин, ты мне вот помогла в этом, да, вот ты в этом крутая, о, вот у меня это не получается, а ты как рыба в воде в этом, да. И каждый из нас слышал такие фразы. Просто мы этому не принимаем значение, да. Потому что для нас это, само собой, разумеющееся. А для людей это космос. Для людей это что-то, нечто великое. Вот я тебе обратку даю. Вот сколько я продажников не нанимал проектно, вот, сука, ни один не может продавать так, как ты. Понимаешь? У тебя реально талант. Причем талант еще раскрылся до этого, в другом проекте мы с тобой работали. Понимаешь? И, блин, это надо монетизировать, это надо продавать. Не пряники твои продавать, а вот быть экспертом в продажах. Потому что ты реально умеешь продавать. Вот Диана, вот давайте так, Диана, тот человек, который напродавал на больше, чем там, сколько там, почти 40 миллионов рублей у меня в гид-курсе. Понимаете? Это вот эта девочка, понимаете? И вот она меня спрашивает про экспертность, как ее распознать. Блядь, вот она. Вот классный пример того, когда человек эксперт, а он это даже не понимает. Да, он пряниками занимается. Вот там Диана, там это, там кондитерская занимается, у нее там мини-бизнес, да? Да. Вот, и я ничего против пряников не имею, тоже люблю пряники. Но вот дело-то в том, что ценность продажи пряника вот такая для человека какого-то, да? А ценность решения, вот твоей экспертизы, твоего опыта в продажах вот такое. За пряник тебе заплатят 300, за это миллионы, понимаешь? Вот она разница гигантская. Понимаю, да. Если мыслись с категорией помощи людям, то есть как мне большему количеству людей донести пользу, тогда пряники как будто бы не так важны, как вот это, понимаешь? Есть такое, да. Понимаю. Важен просто прецедент, вот как я до этого сказал, да, там, предыдущим, да, там, людям. Как только у тебя будет прецедент первой продажи на твою экспертизу, а там, хрен с ним, там, 50 тысяч, 100 тысяч, 300, там, миллион, вот только тогда твой мозг поверит. Поэтому, чему я учу на курсе, один из, вот, одна из задач, которые я всем ставлю, и я объясняю, как это делать, это просто совершить первую продажу. Все, после этого, как вот, как по катку пойдет, все. Спасибо. Спасибо тебе, Диана, рад тебя видеть. Взаимно, взаимно. Очень-очень. А ты где, в каком городе? В Москве, в саду Баумана, вот хожу. Да мы вот, что мы не увидимся-то? Я не знаю, но надо на самом деле, тем более сейчас уже попроще, да, давай. Молодец. Я, в принципе, свободная, я же бизнесмен. Супер, отлично. Вот видите, как хорошо, вот, созвонились, и мы с Дианой решили встретиться спустя 5 лет. Да-да-да, пора, Боже, пора. Супер, спасибо, Диан, спасибо. Давай. Друзья мои, давайте еще, у нас тут Елена, по-моему, не спрашивала, кто у нас тут еще. Сергей, по-моему, не выступал. Так, ну, если вопросов нет, я перейду, в общем-то, к студии, да. Те, кто тоже будет смотреть в записи, тоже к вам обращаюсь, да, вот, если дошли до этого места. Значит, друзья мои, я что вам предлагаю? Я предлагаю в течение двух месяцев, да, там, в августе, начиная с августа, изучить, что такое консалтинг, что такое стратегический маркетинг, и научиться на этом зарабатывать деньги. От 150-300 тысяч рублей за услугу. Меньше я не учу продавать. Если даже вы не сразу научитесь это делать, вы можете параллельно с тем, что вы сейчас делаете, заниматься консалтингом. И у вас получится два источника дохода. Один базовый, другой вы пробуете. Консалтинг вас будет кормить всю вашу жизнь. Я в течение полугода жил за границей. Диана мне там часто писала, спрашивала, как там на Бали, да. Потому что я умею продавать консалтинг. Понимаете, вот я на Бали приехал, я там консалтинг продавал на, там, почти, там, 2 миллиона рублей. Все, я с женой могу, там, виллу снять, покушать, там, куда-то съездить, понимаете. А вот вопрос, сможете ли вы, находясь где-то за границей, кому-то что-то продать на такие чеки, чтобы вот так вот так же жить? Вряд ли. Консалтинг – охренительная вещь. Понятно, что сейчас все продают консалтинг, все, там, консультанты и так далее. Ну, не спорю. Реально рынок перенасыщен. Но вопрос, а сколько из них нормальных консультантов? Так же, как 10 лет назад то же самое было с юристами, с экономистами, с психологами, да. Действительно, когда рынок большой, конкуренция большая. Но если так вот покопать, нормальных консультантов мало. Вот я делаю нормальных консультантов, да, качественных. Все, что остальное, ну, не знаю, ну, в большинстве своем это шляпа. Вот, поэтому, если хотите стать нормальным консультантом за нормальные чеки, при этом получить знания от практика, которая этим и занимается, при этом продает не херню какую-то воздух, а работает с большими корпорациями, да, напоминаю, у меня там Ростелеком, ВТБ, МТС, Альфа-Банк, Цвет Диванов, Лерой Мерлен, да, там, большие компании, да. Там, инфобизнес, с которыми я работал, да, там, Тони Робинс, Аяс, Гондопас, там, этот, Екатерина Уколова, ДНК бизнеса Михаил Калмаков, Михаил Гребенюк, Владислав Бермуда, Полина Большакова, Евгения Павловская, уже устал там, да, там, это, пальцы перечислять, короче, до хера, реально. У меня опыт большой, то есть я понимаю, как продавать консалтинг в разных нишах. У меня однажды, вот как раз я на Бали собирал мини-группу, ко мне на обучение консалтингу зашел человек, у которого ритуальные услуги, друзья мои, ритуальные услуги, Миша зовут. У него бизнес, ему приносил еле-еле 300 тысяч в месяц. Спустя полтора месяца он продал два консалтинга, 650 тысяч рублей заработал. Он объяснил людям, как делать бизнес. И тогда он задался вопросом, а на хера ему заниматься ритуальным услугами, если он может продавать свой опыт за такие деньги и это покупает? Он не из Москвы, это ритуальные услуги, друзья мои, бизнес, это не какой-то там, знаете, франшиза кофе-лайк, нет. Есть контакт этого Миши, хотите, дам, пожалуйста. У меня этот Миша сейчас занимается моего отца ораторским искусством, у меня папа актер, он ему речь ставит, чтобы он выступать начал, Миша выступать хочет, да, делиться своей экспертизой на большую публику. Вот вам прикольный кейс, пожалуйста, да, с остальными кейсами, вот, я еще раз продублирую. Отдельный прям телеграм-канал, там куча отзывов, можете смотреть, да. Вот, поэтому, если я там как-то, каким-то образом, да, там, вызываю у вас доверие, да, если вы верите мне, да, если вы понимаете, что да, Макс действительно говорит что-то дельное. Если вы хотите больше зарабатывать, а вы все хотите больше зарабатывать, да, хватит менять сиськи, давайте уже записывайтесь, да, прошу жить, блядь, девятый поток. Девятый, блядь. Вот тут люди есть, которые два года за мной следят, три даже, да, и никак, блядь, не могут родить. Хочется спросить, ну, что там за три года у вас изменилось. Вот есть такой Илья Берников, по-моему, да, он сейчас не на эфире, да, блядь, четыре года за мной следит, он, четыре, блядь, года. Вон, Диана кивает головой, четыре года, сука, оставляет заявки, никак не может, блядь, купить. Все время что-то там, что-то копирует, что-то там пытается, там, ну, это там, как-то, и все, никак не может, блядь, решиться прийти, нормально купить обучение. Поэтому давайте, еще раз говорю, хватит менять сиськи, идите, обучайтесь, вы с первого же клиента окупаете стоимость обучения. Все. Я не Ая Шабудинов, который с вас там собирает по 50 миллионов, гоняет вас долги, я нормальный чувак, который вас научит с первого же клиента вам отбить стоимость обучения. Все. Если бы я продавал какую-то херню, я бы не запускал уже девятый поток, об меня было бы куча негативных отзывов, разоблачений. Найдите хоть одно, пожалуйста, вот. Поэтому всех жду, друзья мои, давайте записывайтесь, ссылочка в чате есть. Нужна будет рассылка через Диану, вот эту замечательную девушку, да, с которой мы общались. Вот, она вам поможет оформить рассылку, оформить, точнее, рассрочку, там, через Тинькофф, через, там, другие банки, да. Есть там разные варианты, вот. Идите, оформляйтесь, все, в августе стартуем. Буду рад всех видеть. Все. Всем пока, спасибо большое, что присоединились сегодня. Вот, спасибо, Диана. Пока-пока. Спасибо, ребята. До встречи. Все, давайте, до встречи. Спасибо, пока. Пока-пока-пока. Присмотрим запись. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...